На улицах и тротуарах города становится все больше электросамокатов. Как к ним относятся у Ануденцы? Давайте узнаем. Как относитесь к электросамокатам и людям, которые на них ездят? Ну, как бы положительно, но просто какие-то правила должны быть разработаны. Прикольная тема. Новая мобильность. Если будет много самокатов, будет меньше машин, все на самокатах должны двигаться, мне кажется. Я бы не сказала, что положительно, а скорее отрицательно. Ну, потому что участникам движения много проблем, и пешеходам тоже. Они ездят буквально, но они могут ездить по проезжей части, они могут ездить по татурам, сбивать людей, сами умирают. Что их надо как-то огородить, потому что в этом проблема. Однозначного мнения у меня нет, потому что альтернативный транспорт, он нужен, важен, но у нас везде брусчатка, поэтому, мне кажется, это неудобно просто, как минимум. Мы как-то не стали садиться в маршрутку, взяли эти самокаты с ветерком, все стояли в пробке, а мы куда нужно было доехали. Сколько это дорого? Ну, по карману, да, недешевое удовольствие. Было такое, что вы спокойно идете, и мимо вас неожиданно приезжает самокатчик? Да, и пугаешься, вдрагиваешься, отскакиваешь в сторону. В нашем городе вообще созданы условия для электросамокатов? Нет, ни пандусов, ни съездов, ничего такого нет. Они, самокаты тяжелые довольно-таки, переносить его там как-то было сложновато в этом плане. Надо делать велодорожки, велопереезды, ну, то есть инфраструктуру для велосипедистов, и там туда же засовывать и электросамокаты. То есть разделять автомобили, вот этот транспорт, как самокат, велосипеды и пешеходов отдельно. Какие-нибудь вот сигналы, звоночки на электросамокат прикрутить? Ну, да, кстати, можно, можно. Я думаю, это хороший будет выбор, ну, вариант условный, что хотя бы там бабушка, наверное, идет, не слышит. Только посигналить, может, она увидеть. Как считаете, вообще, это все-таки игрушка или вот новое средство передвижения? Нет, это транспортное средство. Это не игрушка, далеко не игрушка, потому что, если судить, сколько страдают от этого, нет, это не игрушка, далеко не игрушка. Это классная альтернатива общественного транспорта, если тебе нужно добраться от точки А до точки Б как-нибудь близко и быстро, но в формате ЛАН-УД это больше игрушка. Продолжение следует...